Детские спортивные площадки, беседки, зона для выгула собак – один из самых старых парков Барнаула скоро не будет уступать даже московским. Оценить обновление изумрудного жители краевой столицы смогли еще до первого снега. В течение этого года здесь успели сделать многое. На 95% работы уже выполнены, потому что главные, основные, самые сложные работы, покрытие завершено. Остается только монтаж наземной части, малых архитектурных форм, которые уже готовятся, насколько я понимаю, со слов подрядчика, и в ближайшее время будут смонтированы. Чтобы подарить вторую жизнь изумрудному, потребовалось более 90 миллионов рублей. Но для завершения обновления требуется еще и озеленение территории, которая обойдется в сумму, близкую к 250 миллионам рублей. Норматив озеленения, количество деревьев на единицу площади, далеко не всегда совпадает с теми, что требуют стандарты. Поэтому сейчас мы еще и занимаемся тем, что воссоздаем те утраченные зеленые насаждения, деревья, которые потерял изумрудный. И вот постепенно мы возвращаем ему статус парка. К слову, самый главный объект парка – пруд, пока остался нетронутым. Но уже сделаны эскизы, которые планируют воплощать в жизнь с началом весны. А это сквер на Южном. Сейчас здесь приятно пройтись и погулять с детьми. Расширилось пространство. Здесь было очень узкое пространство. За счет проектного решения удалось достичь расширения. Даже не верится, что еще в начале этого года территория была заброшена, а вместо архитектурных объектов была сплошная свалка. Эта аллея, зеленая часть поселка Южного преобразовалась в достаточно удобную, комфортную городскую среду. И есть где погулять, и с детьми. Объект насыщен определенными объектами, зонами отдыха, детскими игровыми площадками. Появилось освещение, то, что так долго ждали жители, потому что здесь был полный мрак. Проект начали реализовывать в марте. На сегодняшний день его удалось завершить почти на 100%. Конечно, тут нужен определенный уход и внимание по озеленению, по регулировке малых форм. Насколько я знаю, здесь источники камеры видеонаблюдения есть. Отрегулированы они или нет, я не знаю. Точно не могу сказать. В целом да. То есть все, что было задумано, запроектировано, посчитано, обсуждалось, с максимальной долей реализовано. В начале реализации проекта многие жители к обновлению относились скептически. Были недовольны вырубкой старых клюнов. Зато сейчас это место стало одним из любимых. Настолько удобно, красиво. Ну, просто не высказать. Когда убирали деревья, все возмущались. А после того, как все это сделали, и детям хорошо кататься, и нам хорошо ходить. И скамеечки везде можно сесть отдохнуть. Ну, красиво. Ну, я, конечно, очень плохо вижу, но я думаю, что весной, когда травка еще будет зеленая, будет вообще прекрасно. Весной здесь планируют продолжить высадку деревьев, а также займутся газоном. Такие же решения планируют и в обновленной Мизюлинской роще. А вот здесь, на этом месте, здесь была поросль пленок, который благополучно убрали. Видите, сразу заиграло. Здесь остались березки, где надо, там подсадили, ели. Изначально по проекту на этой территории должны были появиться четыре детские площадки. Но из-за того, что в районе и без того достаточно игровых территорий, было принято решение сократить их вдвое. Эти деньги пустили, значит, на фонари. То есть теперь еще больше дорожек здесь, пешеходных, будет освещено. Новые велосипедные дорожки и тротуарное покрытие местные жители уже успели оценить. Я вот просто не припомню такого вот случая в Барнауле, чтобы у нас администрация там района города вот так взаимодействовала с жителями. И жителям-то это надо было. Причем вот в каждый вопрос прям буквально лезли. И по каждому вопросу какие-то совещания там проводились. Кстати, архитекторы говорят, что если бы активисты чуть реже вмешивались в проекты, то многие из них после реализации выглядели бы куда интереснее. К слову, в следующем году городскими властями запланировано восстановить и самый большой объект – парк Юбилейный. На сегодняшний день проект продолжает обсуждаться, так же, как и планы по его реализации. Ну а пока барнаульцы могут насладиться теми местами, которые теперь отвечают всем современным стандартам. София Яценко, Андрей Печоркин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова